Почти 400 тысяч уведомлений о штрафах за превышение скорости получили в этом году автолюбители Хабаровского края. Это нарушение превышения скорости остается лидирующим и часто приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Контроль за вождением, в том числе в городской черте, выходит на первый план. В регионе установлено уже 174 камеры, которые фиксируют различные нарушения правил дорожного движения. Весной к ним прибавились новые, которые реагируют на их более широкий спектр, включая, например, непристегнутый ремень. Репортаж Ульяны Крамаренко. Последние несколько лет этот участок на улице Павла Морозова считается одним из самых аварийных. Причем аварии чаще всего здесь происходят с пешеходами. Теперь новые камеры будут фиксировать не только скоростной режим водителя и пристегнул ли он ремень безопасности, но и пропустил ли он пешехода. В ГИБДД констатируют, за год в Хабаровском крае количество ДТП выросло незначительно. А вот аварий с серьезными последствиями, где есть погибшие, выросло сразу на 18%. Для того, чтобы прервать тревожную тенденцию на аварийных участках весной установили камеры фото и видеонаблюдения. Они фиксируют все. От наезда за стоп-линию до непристегнутого ремня. И это уже дало результат. С мая месяца количество водителей непристегнутых ремнями безопасности, которые ездят сейчас в текущее время, оно сокращается в разы. То есть люди начинают пристегиваться. Причем комплексы выявляют как неприменение правил ремней как водителям, так и пассажирам. Автолюбители Хабаровска уже получили около 28 тысяч уведомлений о штрафах за непристегнутый ремень. Он составляет тысячу рублей с водителя и с пассажира. В три раза больше за непристегнутого ребенка. В Хабаровске непристегнутый ремень на сегодняшний день отслеживают в трех местах. На улице Павла Морозова в районе регионального управления МЧС, Краснореченской на авторынке и на перекрестке Краснореченская-Репина. В Комсомольске-на-Амуре таких камер пока две. На Северном шоссе и улице Пирогова. В перспективе оборудование установят по всему региону. Впрочем, у автолюбителей есть возможность оспорить штраф, если он уверен в своей правоте. За счет того, как расположен прибор, угол, ракурс, смотря какое освещение и так далее и тому подобное. Были моменты, что человек пристегнут в ремень безопасности, но по каким-либо причинам мы его не увидели, либо прибор не увидел. Такие случаи, по словам специалистов Краевого ГИБДД, единичные. Пока в Крае установлено шесть новых комплексов фото-видео фиксации. До конца года будет еще девять. Кроме того, появятся и мобильные версии. Их будут устанавливать на патрульные машины. Ульяна Крамаренко, Тимур Новоселов, Андрей Авдеев, Телеканал Губерния.